здравствуйте дорогие друзья с вами валерий бусиновский мы с вами сегодня еще раз посмотрим по движению по джанго и так ну когда я начинал писать курс по джанго 2 я задавался вопросом ну надо ли и так в школе несколько курсов по джанго написано но тогда я решил что в данном случае по джанго 2 надо сделать курс чтобы было большая осознанность грубо говоря писать закрытыми глазами на джанго и если мы перейдем на курсы джанго 2 начнем смотреть то видим мы и разные инструменты применяли и уже опять же пошли с моделей пошли с моделей но рассмотрели все виды модели потом начали рассматривать настройки полей модели тоже подробно итак в чем же суть вот смотрите мы начали более осознанно работа с ядром джанго ядро джанго как раз вот здесь и отражено ставили в новом курсе несколько целей цель номер один осознать джанго очень глубоко именно осознать поэтому пошли все разбирать научиться грамотно использовать документацию и понимать ее и например когда мы рассматривали вот эти курсы мы допустим типы полей то теперь конечно же после курса вы когда надо напомнить что-то о типах полей вы нажмете типы полей быстро найдете потому что все вот эти моменты мы рассматривали начали мы курс с того что давайте присмотримся к к самой модели до сначала начнем с модели то есть у нас есть модель до класс модель первое что надо осознать что модель джанго это класс и ведет он себя соответственно как обычный класс python мы с вами научились научились писать первые поля очень подробно рассмотрели настройки полей модели то есть все что находится в скобочках и четко поняли что настройки полей модели меняют поведение полей и нам с вами именно рассмотрели глубоко потому что предыдущих курсах мы просто применяли а а вот это так а сейчас взяли подряд все рассмотрели то есть рассмотрели увидели изменение поведения в админке допустим где что происходило нам осталось мета опции а вот нет а мы с вами уже первые рассмотрели рассмотрели они не меняют поведение а мета они добавляют определенные удобства грубо говоря и функциональность например как здесь вот у нас был класс модель с с ну так мы его назвали и конечно нам не хотелось мы взяли и при помощи мета добавили для единичного названия и для множественного названия да допустим к примеру и посмотрели и вот действительно как мы добавили до модели с то есть стало читаемое нам еще надо много вещей рассмотреть метода вообще получается в модели как мы начинаем соображать уже более глубоко еще раз повторимся давайте с мета закончил с мета опциями да то есть вот эти все вещи рассмотреть но мы посмотрим скорее всего мы будем уже рассматривать как и ранее в комплексе посмотрим как будем делать сейчас важно осознать еще раз говорю что модель джанга это класс python и ведет она себя соответственно как класс python то есть ну давайте еще раз взглянем вот то что я хотел у нас есть название класс название модели дальше мы указали от чего наследуется теперь модели есть поля да то есть мы с вами их будем сейчас вот далее уже подробно рассматривать но я считаю что поля надо рассматривать в сумме с представлениями по сути дела мы будем более глубоко писать представления и и на классах и на обычных функциях и все-таки шаблонами чтобы всегда была целостность так вот что я хотел сказать кстати как раз сегодня вот хочу записать курс обратить ваше внимание вот я уже открывал а дальше идут у нас поля обратить ваше внимание как раз хочу на сами поля вот они начинаются с автофилд на настройки полей потому что не зря я вот ранее на дефалт обратил большое внимание хорошо ладно еще хочу мысль сказать так вот получается по сути дела модель состоит у нас из полей до поля у нас состоят из настроек которые мы ставим дополнительно чтобы менять поведение полей поведение полей и мы это уже с вами разобрали далее обратите внимание если это класс python то есть вот обычное обычный метод да так как это класс для новичков объясняю функция в классе называется методом ну так придумали так понятно что имеется дело имеем дело с классом и еще раз и еще раз и еще раз переосознаем по сути дела пересоздаем модель состоит из полей из настроек полей которые меняют конкретно поведение или добавляют некую информацию но в основном получается меняют поведение из так как это обычный класс мы можем добавлять обычные методы которые делают много ну например авто выборка все будем и мета в данном случае здесь просто проописано как как бы мы хотели назвать модели в единственном множественном числе мета еще раз повторю они не меняют поведение они делают некие другие действия ну например по другому называют модель по другому называют таблицу базы данных и так далее важно сейчас схватить одно схватить одно что это класс python и то есть все законы которые относятся к классу подчиняются и здесь это очень важно я очень долго это вот как-то упускал из виду теперь теперь пришло время поговорить дальше то есть кто смотрел курсы убедились что мы начали рассматривать все очень подробно но я решил не спеша рассмотрю уже очень подробно потому что есть на это уже понимание есть на это опыт вот к примеру как мы рассматривали настройки полей модели теперь дальше давайте посмотрим как двигаться значит не забываем про нашу цель наша цель это писать на джанго закрытыми глазами грубо говоря для этого надо понимать ядро джанго потому что оно не меняется версия там 1.6 1.8 2 ядро не меняется в него нечто добавляется само ядро остается постоянным модели да тут у нас получается по сути дела несколько основных вещей давайте их так открывать итак типы полей модели то есть мы это рассмотрели далее у нас идут само собой поля модели да мы будем их рассматривать далее вот сейчас вот я сразу продолжаю уроки но считаю что рассматривать поле модели просто как поле допустим там малое текстовое поле дата время поле да этого мало мы будем рассматривать как и раньше с представлением потому что я заметил что многих ребят как они говорят смотрю могу писать не смотрю не могу писать вот так же подробно мы начнем мы продолжим рассматривать именно написание представления для модели и я думаю что будет правильно если мы будем сразу же и шаблоны использовать но грубо говоря чтобы всегда у нас было целостное приложение чтобы был представление модель прописан url и шаблончик то есть чтобы всегда у нас мы видели целостный результат я заметил что именно таким образом легко формируется понимание джанга и люди моментально вкакивают но модель надо было рассмотреть отдельно потому что зачастую это если не рассмотреть отдельно вызывает сложности поэтому на самом деле чтобы разбираться в ядре для моделей нам надо филтипс мета оптимс выборка модели это уже к представлениям имеет вот это уже у нас и есть вот это основа ядра да дальше все это только дополняет сейчас сразу как я говорил мы начнем работать с представлениями то есть это URL и сами представления сами функции будем работать и с классами и с функциями обычными понятно как я говорил что будем работать и с шаблонами и не забудем формы вот и все ядро джанга по сути дела немного и самое важное что я начал замечать что ребята действительно начали пользоваться документацией более глубоко более правильно потому что ну вот как мы в течение нескольких курсов десятки раз потыкались допустим филтайпс то есть увидели почитали применили ага смотрю уже где-то начинают приводить и примеры с доков то есть перестали бояться перестали на документацию смотреть как нечто сверхъестественное я понимаю потому что документация пишется не для новичка это не учебник это документация для использования по сути дела документация пишется для людей которые понимают джанга которые уже используют джанга но им надо нечто дочитать вот этот уровень сейчас я и взял на курсах джанга 2 именно и с одной стороны мы должны добиться того что писать закрытыми глазами джанга с другой стороны умело пользоваться документацией не тыкаться а четко понимать где что находится но это именно достигается тем что мы непосредственно работаем с документацией работаем по порядку много к ней обращаемся разбираем просто я рассказываю это дает нам возможность действительно понимать что хотели сказать разработчики в документации и это дает нам стать действительно профессиональными про что я хотел сказать цель моя была какая я сел как раз перед тем как следующий курс писать первое еще раз дать осознать в первую очередь ребятам школы подведу итог что модель это класс python то есть надо понимать что здесь работают все обычные законы класса второе что я хотел это уже повторяюсь но это важно из чего состоит модель да в джанга может состоять и так мы рассмотрели что это название модели да то есть это класс и сразу бац у нас фишка должна провалиться то есть полностью соответствует класс это объектно-ориентированное программирование то есть как в python все здесь будет работать далее состоит из типов полей где мы указываем сами поля в скобочках настройки полей мы их уже рассмотрели как мы рассказывали и очень подробно которые меняют поведение полей далее в модели так как это класс мы будем добавлять разные методы грубо говоря функции в классах называются методы повторяю для новичков то есть и класс мета класс мета добавляет нечто изменяет в модели в данном случае изменил название модели то есть изменяет саму модель мета то есть какие-то вкрапления вот все вот это надо четко понимать вот когда мы вот так можем рассказать сами себе и понимаем где это найти где это посмотреть как это написать с моделями грубо говоря порядок как я сказал ну мета опции значит теперь вот это я хотел сказать я сказал и далее теперь мы будем переходить к как я сказал что что хочется все-таки рассмотреть мета подробно но сейчас посмотрим сейчас нам надо перейти мы переходим далее к представлениям да там надо нам url-диспетчер и сами представления shortcast то есть часто использование функции шаблоны и формы постараемся делать как и в предыдущих курсах было сделано постоянно чтобы была целостная картина то есть что есть модель есть представление есть шаблон грубо говоря всегда работающий сайтик да чтоб был в каждом фрагменте вот так я заметил за эти годы достигается самое лучшее понимание когда человек написал увидел результат написал увидел результат это круто ну в принципе это больше было для ребят школы переосознать чтобы я хотел чтобы вы посидели и пересознали все эти моменты именно осознали более глубоко вот ну а для новичков кто начал с этого видео ссылка на школу в описании видео заходите на школу spb-tut.ru для вас она будет выглядеть немножко по другому получаете пожизненный доступ и занимаетесь обратите внимание потихонечку идет курс расширенное изучение python он идет в группе да и вот он как раз таки здесь мы изучаем именно объектно ориентированное программирование я вам говорю что делать вы делаете и я по шагам вас направляю это лучший способ начать писать осмысленно на в стиле объектно ориентированное программирование то есть мы в школе получается подходим с разных сторон с одной стороны вы просматриваете уроки и повторяете с другой стороны вы достаточно много работаете самостоятельно допустим как в курсе расширенное изучение python новички не пугайтесь есть и начальные курсы где вы по видео просто знакомитесь с python с полного нуля но когда чтобы не было вот такого фрагмента что человек да поэтому знаю писать не могу это есть такое состояние промежуточное и у всех оно разное время проходит между тем как человек знает и начинает уверенно писать у кого-то полгода у кого-то год у кого-то два года да в любом случае в первую очередь от чего это зависит от осмысленного написания вот когда ввели вот этот курс по python я увидел что вот человек начал писать на двух языках за не с два а за пять месяцев да я уже много видео говорил и смотрю другие ребята начали заниматься то есть когда человек получается я направляю задаю конкретные вопросы тогда очень легко ориентироваться человек получается работает сам значит он приобретает опыт он действительно начинает писать но кроме этого архиважная вещь это конечно же практическое применение например на джанга самого языка то есть ну как бы с трех сторон видео уроки вы пишете на джанга вы изучаете python то есть тогда получается комплексное применение ну пишут у меня все это уже факт за эти годы спасибо за доверие спасибо за просмотр это выясняли все на так выясняли Продолжение следует...